итак всем привет очень важная новость мне прислали в комментариях причем несколько раз сначала я просто подумал что это ну какая-то ерунда просто как бы хайп вот смотрите название это сенсация смотреть срочно не говорят это киртхи ну о петре гаряеве когда я начал смотреть еще раз смотря на эту женщину я подумал ну как это ерунда но я был дальше в шоке что происходит то есть эта женщина она на своем канале выставила то что произошло ну как бы для меня я в ужасе то что не укладывается ни у кого голове смотрите вот как устроили травлю петру гаряеву кто устроил травы я специально сдалека начну смотрите владимир фортов президент российский академии наук здесь дальше когда из канады вернулся на втором проработали там больше года стартышу и получили вот ключевые доказательства передачи волновым путем генетической информации регенерации поджелудочной железы с бактериями тоже не буду рассказывать с бактериями потрясающие результаты получили туры вот как-то я вернулся сюда не было им заблокировано возвращение в институт институт проблем управления российской генерал дальше я поставлю часть вот этого видео чтобы вы посмотрели он полностью петр петрович рассказывает 12 лет его травили ну то есть не физически а как бы в конечном итоге петра петровича гаряева ликвидировали потом берут вот эта женщина она рассказывает дальше сейчас это премия нобель в медицине и на данный момент петра гаряева не стала это величайшая утрата наши с вами современности величайшая утрата но что происходит вдруг откуда ни возьмись появляется аппарат который вдруг в россии официально регистрируют но я не буду забегать вперед я сейчас вам просто все покажу я сделала запись экрана я сижу вы просто с утра не в шоке что творится друзья мои что происходит они допустили это они рассказали вдруг то есть они больше не скрывают так друзья мои невероятнейшая новость которая буквально 23 часа назад облетела все издания существующие на просторах интернета рунета вернее да итак давайте зайдем на самый первый который у нас открывается это интерфакс точка ру считаем зарегистрирован российский аппарат дистанционного подавления то есть на генетическом уровне то что говорил это что доказывал петр петрович гаряев на протяжении двадцати лет сначала в россии потом в канаде много лет он там прожил весь мировой ну сообщество приняло а в россии просто травили травили сначала эмоционально а потом его ликвидировали еще раз подчеркиваю и теперь его изобретение присвоили себе я действительно зашел на эти сайты вот они зарегистрирован российский аппарат дистанционного подавления читаем да то есть идет описание дальше опять в россии зарегистрирован прибор электромагнитного подавления коронавируса тор это то что рассказывал петр петрович гаряев своими матрицами у меня целый канал создал тихо релакс и там куча матриц и многие говорят это все фейк это все неправда уже официально это зарегистрирован то есть его изобретение присвоили себе и начали использовать и сказали что это они а его петра петровича гаряева никто все обвиняет шарлатан уже на в науки и так далее и тому подобное вы сейчас когда это все вау смотрите так москва 4 октября роздрав надзор выдал регистрационное удостоверение медицинского изделия для аппарата дистанционного электромагнитного подавления вирусов под названием тор российской разработки сообщил замминистра промышленности торговли а кто автор этой российской разработки правда то есть его ликвидировали присвоили его разработку его изобретение поняли да и теперь они говорят все это наша этот от фурцов который травил фактически гаряева это его типа разработка прикидываете вот этого как его сейчас вот он владимир фортов президент российской академии и наук который всячески препятствовал вообще запретил ему посещать здесь сейчас пётр петрович я не буду забегать на период все рассказывать вы сами все услышите из первых уст вы будете просто поражены и шокированы насколько лицемерие цинизм и подлость подлость в российской академии наук процветает в высшей сфере насколько скотный и сейчас все вот эти типа которые типа топят за ну как бы за правильную науку обвиняя всех остальных в шарлатанами и лженаучными деятелями сейчас будут раз да это реально волновой геном разработал не горяю а какой-то там еще кто-то знаете а горя его будут ну так же как в свое время николу тесла всячески вот эти так называемые типа ученые они его не признают ну да был ну то что он изобрел трансформаторы то что он изобрел переменное электричество то что фактически он основатель интернета и кучу-кучу изобретений ну это все это он в основном шоумен и он фокус не представляете вы слушайте еще тилишпа прибор не имеет аналогов в мире да что вы говорите полторы недели назад он получил и удостоверение как медицинское изделие он своим излучением абсолютно безумно для человека пять раз менее мощным чем излучение от ваших смартфонов в течение 15 минут работы то есть фактически вот то что делал мишин сделал катушки мишина это что петр петрович горяев он говорил о смотрите петр горяев о катушках мишина генераторах понимаете да волновых генераторов которые подавляют вирусы и разные заболевания он это продвигал он об этом говорил а теперь они присвоили я это я это тоже поставлю кусочек этого видео чтобы вы поняли в конце вот это поставлю как травили петра петрович горяева потом вот это поставили также поставлю ссылочки на оригиналы чтобы вы могли убедиться и на это эту женщину поставлю ссылочку чтобы вы посмотрели первые с первоисточники я поражен просто поражен от заражения коронавирусной инфекцией сказал шпак в понедельник на форуме микроэлектроника 2021 который проходит в алуште он уточнил что такой прибор установлен в зале где проходят мероприятия форм по окончании организаторы соберут статистику заболеваемости это очередное везде есть куча видео с материала сняты есть такой лидер тв он снимал снимает разоблачение смотрите вот смотрите есть такой деятель фиг шоу он разоблачал петра петровича горяева сюда на землю эти ребята поселили в частности в наших душах да у тебя дьявол в тебе сидит вот не дьявол а вот это генетически мы их им в своих откровениях у наш хромосомы следствие маразма и желание политики влезть в науку но оставим этот пробел в знаниях на совести петра петровича возможно за эти годы он самостоятельно постигал генетику и следил за всеми последними открытиями в этой области то есть смотрите вот этот фиг шоу он травил ну как бы довольно таки популярный блогер не 490 тысяч подписчиков и он очень такие и изощренно так с извращением определенным с подлостью подходил и рассказывал что мол петр петрович горяев это чуть ли не больной сумасшедший человек и таких людей очень большое количество которые лили грязь на петра петровича горя его понимаете да а тут раз все уже все законе доказывает успешность нашу успешность нашу и возможность с точки зрения электроники с точки зрения сложной медицинской техники решать самые серьезные задачи отметил замминистра информация об аппарате тор размещена в разделе разработок на сайте концерн гранит разработчик утверждает что прибор при включении в сеть образует широко полосное электромагнитное излучение на низко интенсивных высоковольтных импульсах и под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению друзья ну не остановимся на этой статье пойдем дальше риа точка ру давайте что они нам здесь говорят и так прибор который способен с помощью незначительного помощности электромагнитного излучения ослабить и подавлять вирус он говорил горя и друзья мы еще раз то есть принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота спектру который излучает рнк сарсков 2 то есть сарсков 2 и рынка вот этого вот сарсков 2 имеет волновые излучения определенные и нам говорят о том что создали волновой антидот то есть щит как бы да короче я я просто мне нет слова я еще раз подчеркиваю цинизм лицемерие и подлость российской академии наук вот на лицо вот и все смотрим видео петра петровича горя его кто устроил травлю и также смотрим видео петра горяев о катушках мишина видео маленькие так что пожалуйста вы будете поражены удивлены насколько величайший человек не его просто убили просто цинично подло и его изобретение присвоили себе вот и все президент академии наук форта преследует меня уже лет 12 наверное когда из канады вернулся во втором проработали там больше года стартышным и получили вот ключевые доказательства по передаче волновым путем генетической информации и регенерации поджелудочной железы с бактериями тоже не буду рассказывать с бактериями потрясающие результаты получили тоже вот как-то я вернулся сюда мне было им заблокировано возвращение в мой институт институт проблем управления российской академии наук вот я создаю группу в москве научную группу он ее расшибает разгоняет создаю вторую группу он и разгоняет создаем наконец третью группу причем меня приглашают в баунский университет то крупнейший наш муж самый мощный после фиана дает группу дает деньги да и все дают значит я то только только значит начиная развивать активность звонок фортова ректору мгту с приказом разогнать группу горя его чего у меня преследует он же физик он занимается плазмой корков чем генетики прицепился или какой-то так как есть приказ от кого-то это просто вредительство разогнал так сказать меня так сказать в баунском университете и тогда я создал инком науку проработал в некоторое время ее разгоняет а параллельно я еще создал группу в нижнем новгороде думаю раз меня в москве блокирует моя работа то я сдам нижним новгороде там не достал достали и там и там разогнали этого 4 группа разогнаны я крылья не опускаю я создаю свой институт кванту генетики о о о о общей ограниченной ответственности это частная собственность он уже не имеется права есть только физически воздействует на меня но пока не трогают слава богу поэтому трудности огромные но это общем то есть это нормальный путь я говорю что любое новое но но эти я езжу сейчас по всему миру я докладываю соединенные штаты в англии во франции в германии чехословакии значит венгрии там японии в южной корее меня слушают я просвещаю людей правда у всех срабатывает канадский вариант взять хапнуть и все наобещать и все это вот это это капитализм ребята тут ничего не поделаешь я не хочу целиком всю таскать медицину ахарить я проработал в медицине 10 лет учазывая в четвертом главу управления проработал старшим новостатурником потом перешел в лисиковский институт потом в кардиоцентр участвовал и того я 10 лет проработал я знаю изнутри всю эту медицинскую кухню понимаете они как попали в какую-то систему из которой они выбраться не могут понимаете система называется принципе ящика вот из ящика крепко сколоченного ящика если гвоздь какой-то вылез это грозит тому что ящик развалится чё делают они бьют молотком и забивает гвоздь обратно или выдергивает этот гвоздь и делает более надежный 8 вот значит вот медицин чуть вылез тоже получаешь по голове хотя там конечно прогресс есть но он такой медленный можно в сто раз быстрее двигаться если не блокируют все направления до генетические медицинские папа соловым клеткам может двигаться гораздо быстрее но вот эта инерция на привычка когда люди присиделись и получают огромные деньги продавая значит фальшивые медицинские препараты плацебо так называемая это ничего не лечит кстати плацебо хорошая вещь я вот вроде как бы осуждаю внушение играет полосальную роль чек свято верит если у тебя есть авторитет и у фирмы из авторитет она продает подслащенные таблеточки говорю что это супер лекарство стоит огромные деньги человек употребляет в штатах проводили исследования статистически достоверно показано что что препарат что плацебо этого препарата действует одинаково мне тоже говорили как у вас плацебо ребят плацебо на детей плацебо никак не может действовать на растение когда мы передаем генетическую информацию на расстоянии 7 километров как она может действовать на крыс на расстоянии 20 километров подаем информацию и регенируем поджелудочные железы что мы сделали в торонто потом москве в нижнем новгороде и снова в москве там уже независимая группа какое тут плацебо как может оператор который работает с крысами повлиять на них чтобы у них поджелудочная железа выросла давайте это хорошая плацебо но это недостижимо таким путем так что не плацебо наши эффекты не плацебо даже мои злопыхатели хотят свести всю нашу работу вот к этому плацебо за шапман все у нас есть несколько патента причем к сожалению в рост патенте по медицинской линии нас просто блокируют и я подопадал то есть совместно там с моими коллегами 10 заявок автоматически заворачивают мы не рассматриваем это примерно то же самое как заявки на вещи двигателя не рассматривается видимо есть какой-то приказ и у меня сильное подозрение что эта информация иначе она уходит туда запад заблокировать и отдать на сторону вот примерно такая схема может я ошибаюсь хотя я будучи аспирантом работал в роспатенте чтобы заработать себе на булку с хлебом я видел как глуши все пиши за отрицательные любые возражения против хороших работ это твоя задача задавить я ушел и туда информация это самый ценный продукт если ты отдаешь так сказать ноу-хау хорошо сейчас в основном пишут патенты ноу-хау придерживает там нюансы не договаривают и все поэтому воспроизвести по по патенту практически невозможно вот но тем не менее какая-то часть информация уходит и естественно что это самый ценный продукт вот почему так поступают очень просто очень просто это раз и второе запад не заинтересован чтобы россия была страной интеллектуалов для запада мы потенциальный рабочий скот поэтому все нацелено на то чтобы нас оскотинить причем они действуют теперь не как раньше они через мозги фильмы соответствующие носит передачи телевизионные прочее 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 наркотики водка это все разложение изнутри стимул теряется к развитию человек превращается в животное что ему надо все дохту вымирают эбола на вид вич вич так он и не лечится только травят людей вылечиться не могут надо совершенно по-другому подходить к этому делу вот мы уже имеем случае когда я бактерии убивал значит патогенные бактерии это в торонто мы значит это получили теперь я уже сам попробовал мама пишет и вот мой ребенок у него там синегной палочкой мне антибиотики не работают не знаем что делать ребенок погибает и выдавать так идите бак лаборатории посев синегной палочки нагрева убили убили и эту самую пластиночку предметная покровным накрыли стеклом мне по почте присылаете как маленькую посылочку я снимаю спектр так как мы растение убили даю запись убитой бактерии вот этой синегной палочки а таких у меня несколько видов бактерий было ну вот я представляю технологию лингвистиковой генетики о которой много говорил много писал но есть еще одна технология технология мишина вот катушки мишина перед вами значит идея в чем заключается наша технология способна считывать генетикой метаболическую информацию с биосистем и вообще с любой системы не биологической которая поляризует свет значит преимущество нашей системы и достоинства ее заключается в том что мы можем получать квантовые эквиваленты любых биологически активных веществ которые в нашем теле синтезируется аминокислоты липиды белки нуклеиновые кислоты рибонуклеиновые кислоты днк все что угодно все что угодно оптически активное а у нас в организме практически все оптически активно и дает гигантские возможности которые мы в определенной мере используем но есть другая технология которая весьма эффективна эта технология мишина статических электрических полей которые сами по себе обладают очень большой биологической активность отличие если кратко наши технологии технологии мишина заключается в том что мы даем программы которые мы считываем с биосистем например или с биологически активных веществ и можем их переводить повторяю в квантовые эквиваленты подавать на больного человека допустим и он выздоровливает а технология мишина так создает за уже зараза ранее определенные таскать подобранные частоты поле электрического поля электростатического поля который повторяю обладает тоже биологической активностью было и не такова и заключалась в том что объединить эти две технологии которые с каждая из них обладает своими достоинствами а вместе они дадут больший эффект в итоге получилось вот это вот так модулятор горя и вот тут назвали мои сотрудники его можно как угодно назвать ну вот модулятор в него входит два информационных потока с одной стороны вот от этих катушек вот разных формах вот такая такая когда-то тесла об этом писал говорил вот и с другой стороны мы подаем свою информацию которая записана здесь на компьютере в виде файлов и они объединяются и выходит так сказать на пациента на клиента которым болен тем или иным заболевали мы подбираем под него вот такие вот программы наши сочетаем их с с тем что делает ниже ну вот эти вот катушки который излучает биологически активное поле или к электрическое статическое поле получается синтез двух технологий очень мощнее но при вас превосходящие намного если бы мы по отдельности это делали и теперь значит здесь имеется вот два выхода это этот выход берет информацию с компьютера с тех программ которые мы записали и записали здесь на жесткий диск здесь с флешек на который мы получаем работая с биологически активными веществами а это звук потому что можно подавать в виде звука потому что вот та спинтеронная составляющая которая работает у нас она входит в звук и звук является переносчиком таких вот спинтеронных эффектов спинтеронные эффекты изучается в физхемии достаточно давно и успешно а мы ее применили к биохимическим процессам не к физико-химическим и химическим а к биохимическим генетическим процессам вот вот вот